Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни. Метеопрогноз. Облачная кухня». Здравствуйте! На телеканале «Магия кухни. Прогноз погоды» и его ведущая Анна Ткаченко. В конце передачи я расскажу вам о полезных свойствах сиропа рожкового дерева. Но сначала о погоде на вторник, 10 сентября. В Ангастаусской области в городе Актау небо будет солнечным. Днем плюс 23-25 градусов, ночью 18-20 тепла. В Актобе переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, ночью 9-11 выше нуля. В городе Атырау солнечно и ясно. Температура днем 23-25 градусов выше нуля, ночью плюс 12-14. В городе Байконур 10 сентября будет облачно, однако осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, ночью 10-12 тепла. В Карагандинской области в прекрасном городе Балхаш синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Днем плюс 13-15 градусов, ночью 10-12 выше нуля. В Жасказгане синоптики прогнозируют переменную облачность – дождь. Температура воздуха днем 15-17 градусов выше нуля, ночью столбики термометров покажут 8-10 тепла. В Караганде во вторник, как и в большей части страны, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, ночью всего 5-7 тепла. В городе Кукшетау пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя. Днем плюс 15-17 градусов выше нуля, ночью плюс 7-9. В Кустанайцев также ожидает пасмурное небо с дождем. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью 8-10 градусов выше нуля. Жителей города, расположенного у берегов прекрасной реки Сырдарьик и Заларде, ожидает солнечная погода без осадков. Днем плюс 18-20, ночью 11-13 градусов выше нуля. В Павлодаре облачно, ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, ночью столбики термометров покажут 7-9 тепла. Жителям Петропавловска синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 14-16 градусов, ночью 6-8 выше нуля. В городе, расположенном по берегам Иртыша Семии, малооблачно, без осадков. Столбики термометра днем покажут плюс 17-19 градусов, ночью 7-9 выше нуля. В Талдыкургане синоптики прогнозируют облачный день, временами дождь. Днем плюс 16-18 градусов, ночью 8-10 тепла. В Южно-Казахстанской области, городе Тарас, малооблачно. Воздух днем прогреется до плюс 19-21 градуса, ночью будет плюс 8-10. В городе Тимиртау будет пасмурно, продолжают идти дожди. Днем плюс 11-13 градусов, ночью 5-7 выше нуля. В городе Туркестан 10 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Днем плюс 20-22 градуса, ночью температура воздуха составит 10-12 тепла. В Уральске ясно и солнечно. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса, ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля. В центре Восточно-Казахстанской области, городе Усть-Каменогорск, ожидается ясная погода. Днем плюс 18-20 градусов, ночью 8-10 градусов выше нуля. В Южной области нашей страны, городе Шымкент, солнечно. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 8-10 выше нуля. В Экибастузе синоптики прогнозируют дождь. Днем плюс 12-14 градусов, ночью 7-9 выше нуля. В городе Алматы переменная облачность, дождь. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью 9-11 со знаком плюс. Относительная влажность воздуха составит 80%. В столице Республики Нур-Султан синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, ночью 6-8 выше нуля. Ветер умеренный со скоростью 8 метров в секунду. В любую погоду нужно заботиться о своем здоровье, особенно с наступлением осени. Подготавливая организм к периоду холодов и простуд, помните о волшебных продуктах, которые дарит нам природа. Для тех, кто побывал летом на заграничных курортах, знаком сироп рожкового дерева. Большое количество железа, входящего в состав чудодейственной жидкости, способствует оздоровлению сердечно-сосудистой системы, а калий улучшает тонус мышц и поддерживает здоровый водно-солевой баланс. Прогноз погоды провела для вас выпускница Казахстанской медиа-академии Анна Ткаченко. Будьте здоровы и любимы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» – метеопрогноз «Облачная кухня».